Добрый день, заместитель начальника межрайонной инспекции номер 8 Косов Максим Николаевич. Общая задолженность по двум районам, по Кировскому и Волжскому, приближается к 3 миллиардам. Практически 10% от нее составляет сумма долга по физическим лицам, по имущественным налогам. Это транспортный налог, налог на имущество и земельный налог. Граждане не желают самостоятельно исполнять конституционную обязанность по уплате налогов. Причиной этого является либо незнание того, что им был налог исчислен, либо неживание платить. Сегодняшние рейды показали, что должники только после проведения ареста имущества, то есть уже на последней стадии изыскания, готовы погасить сумму долга в течение 10 дней. Причиной того, что они это не исполняли до проведения мер принудительного взыскания, к сожалению, остается непонятно. Насколько я понимаю, граждане не готовы расставаться со своими кровно заработанными деньгами для уплаты налогов. Оттягивают этот момент до последнего, то есть они заупотребляют правом через судебные инстанции, отменяют судебные приказы, приходится выходить в исковом производстве. Даже после того, как выписан исполненный лист и передано на исполнение совершенных приставов, люди не спешат погашать долги, потому что считают, что они могут дотянуть до последней стадии взыскания. Но, к сожалению, этот процесс, он довольно-таки длительный. Поэтому хотелось бы еще раз напомнить гражданам на необходимость добровольного исполнения обязанностей по уплате налогов. Сейчас наступает срок 1 декабря 2017 года, будет срок уплаты имущественных налогов за 2016 год. Для того, чтобы узнать свою сумму долга, можно обратиться в налоговый орган, либо, подключившись к личному кабинету налогоплательщика, посмотреть все процессуальные документы и получить налоговое уведомление в электронной форме. На данный момент какой самый, так сказать, злостный неплательщик, вот общая его сумма? По имущественным налогам? Ну, по всем, можно сказать. Здесь трудно сказать, потому что, опять же, есть индивидуальные предприниматели, есть физические лица. По физическим лицам на сегодняшний момент крупная сумма долга составляет 3 миллиона. Но этот гражданин находится в процедуре банкротства, поэтому долги с него уже включены в конкурсную массу, и конкурсный управляющий проводит мероприятие по реализации имущества.